всем привет друзья хочу поделиться практически законченным осталось покрасить вариантом моей тележки для баллона значит пришлось нести переделки во первых вот здесь вот у меня сейчас вы видите идет прямо а тогда что он у меня вот так вот поэтому мне предлагалось приходилось прилагать очень большие усилия для того чтобы наклонить ее сейчас это делается очень просто и в таком положении на практически вот в равновесии находится вместе с полуавтоматом и баллоном то есть я ее практически не держу видите пальцем я ее даже могу пальцем привести вот беру одним пальцем вот я поднимаю здесь веса мама не горюй катать очень легко так как я говорил уже тележка рассчитана для того ну здесь здесь знаете что кто не хочет себе заморочек здесь важно вот вот эта вот длина отсюда вода сюда вода и направление направление вот стойки самой потому что ну по-другому здесь получается вот видите мне пришлось отрезать здесь варивать пластины общем переделывать все ну сейчас я добился не сказал хорошего я бы сказал идеального результата сюда я приварил значит ну эти под баллон стопоры а сюда приварил вот такую вот штуку под шланги крышка открывается не мешает то есть я подкатил снял сразу и могу приступать шланг мне тебе требуется всего лишь от полуавтомата это вот там до редуктора сюда приварил вот уже ручку в общем тележка получилось очень очень практичной очень удобно и сразу говорю что вот если хотите как оно все смотрите я вам покажу все это производится вот я взял тележку так мне приходилось тащить баллон одному вот я держу и одной рукой тащить баллон одному допустим в машине да потом тащить сварку ну а так я все это могу сделать теперь в одиночку очень удобно ну просто супер там сразу говорю ну еще приварил вот туда такую стойку но туда в идеале конечно было приварить по их когда найду поворотный колесик такой знаете вот они на таких вот стояли тележках райповских там такие колеса были тоже похожие на это вот сюда в идеале на поворотное такое колесо и тогда вообще перемещать ее можно даже без подъема ну там подкатить или там подрулить куда-то это супер ну сейчас покрашу я ее всю здесь мне нужно еще будет стопор поставить потому как я говорю здесь должен быть еще она универсальная немножко то есть углекислота и полуавтомат и либо кислород и пропан то есть для резки металла вот таком она комплектуется поэтому сюда еще должен ложиться пропановый баллон поэтому здесь будет тоже стойко-ограничитель и здесь еще стойко-ограничитель но я не знаю когда мне это понадобится то есть пропан с кислородом поэтому мне пока достаточно вот такое вот устройство длина его как видим небольшая ровно столько сколько занимает баллон практически по длине я оставил свободное место для редуктора здесь еще сделаю какой-то кармашек для ключа чтобы под рукой был ключ и для откручивания либо там какую-то полочку сделаю не знаю такой тоже кармашек приварю где будет находиться ключ там или еще какая-то там приспособление для в результате много чего может понадобиться ну вот вот смотрите рекомендую всем сварщикам кто занимается ремонтом до неоднократно сталкивались когда приходится таскать теперь смотрите многие спросят а как ты происходит загрузка и разгрузка баллонов они же тяжелую в одиночку сейчас покажу так Продолжение следует... Продолжение следует...